Кассета четвертая Долгое время вопрос о возможности телекинетии решался отрицательно, и всякие об этом рассказы встречались со снисходительной улыбкой. Правда, лондонское диалектическое общество занялось его изучением, и полученные результаты совершенно подтвердили точность этих рассказов. По заключению комиссии, исследовавших это явление, заключение не получили большого распространения, да к тому же и не произвели бы особого впечатления на ученых, так как слишком расходились с установившимися взглядами. Только теперь, когда за положительные решения этого вопроса одновременно раздалось много весьма авторитетных голосов, можно вспомнить и об опытах этого общества. Несколько членов последнего, встав на колени на стуле со спинками, обращенными к столу, вокруг которого расположились экспериментаторы, протянули вперед руки так, чтобы они были на расстоянии нескольких дюймов от верхней доски стола. Через некоторое время было замечено, что из рук выделялись фосфорицирующие облака, и когда кто-нибудь тряс рукой, то с нее летели искры, подобно водяным каплям. Никто из экспериментаторов, как же сказано уже, не прикасался к столу, однако стол пришел в движение. Крукс говорит, что он много раз проверял опыты комиссии этого общества, причем бывало, тяжелый стол при полном свете приходил в движение. Хотя никто к нему не прикасался, а спинки и стулья, состоявшими на последних, на коленях экспериментаторами, отстояли от стола на расстоянии одного фута. И сам Крукс ходил кругом, чтобы хорошо видеть каждого на своем месте. Пояснение Многие из товарищей Крукса в первое время даже объявили его психически больным. До того страшно и нелепо казалось им признать возможность явления медиумизма. Но когда этот психически больной человек вновь представил блестящие работы в области чистой науки, тогда, не имея возможности ссылаться на его болезнь, господа доктринеры начали делать разные придирки по поводу постановки опытов Крукса. Кое-что из замеченного действительно заслуживало некоторого внимания. Но большая часть нападок была основана на полнейшем незнании предмета, о котором эти господа решались судить, даже не видевши ни одного из проявлений неизвестной силы. Для объяснения этих явлений Крукс предложил даже особую теорию четвертого лучистого состояния материи. Но она, несмотря на ряд сделанных им строго научных опытов в целью доказать априорные предположения Фарадея, не встретила сочувствия в ученых сферах и только теперь начинает вновь раздаваться голоса в ее защиту. Не мешает заметить, что до 1816 года материю представляли себе в твердом, жидком или газообразном состоянии. Но в это время Фарадей высказал гипотезу, что должно существовать еще четвертое ее состояние. Основанием для такого предположения служит всем известное уменьшение различия между существующими простыми телами, когда они приближаются к жидкому состоянию, и почти полное уничтожение этого различия при переходе в газообразное. В четвертом же состоянии этих различий не имеется. Здесь существует абсолютно только одна материя, переходом которой в другие высшие состояния обуславливается образование различий, дающих основания для установления понятия об элементах и тому подобное. Не имея возможности приводить здесь всю ту массу опытов, которые были произведены Круксом в направлении, интересующем нас в настоящей главе, мы укажем только на некоторые из них. В опытах Крукса принимали участие Вильям, Григгинс, Кокс, две научные знаменитости Англии. Пять раз, говорит Крукс, при различных условиях, я признал, что предметы, весившие 25-100 фунтов, подвергались временно такого рода влиянию, которое делалось чрезвычайно трудным для меня и присутствующих лиц в поднятии их с земли. Для удостоверения в том, что это явление вполне реально, а не внушенно, Крукс применил такого рода прибор. Красного дерева дощечка была одним концом подвешена на крючке обыкновенных плужинных весов, другой же ее конец лежал на столе. Медиум, служивший для опыта в знаменитой юм, дотрагивался концами пальцев до коробочки со спичками, колокольчик и тому подобных предметов, находившийся на том конце дощечки, который лежал на столе. Поистине, эти предметы клались для того, чтобы быть в уверенности, что дело не в давлении на дощечку. Было бы неудобно давить, так как предмет легко может сдвинуться, его можно раздавить, спичечная коробка и так далее. Игла, соединенная со стрелкой весов, чертила по закопченной стеклянной пластинке линии, выражающую разницу в весе. Часовой же механизм передвигал пластинку в горизонтальном направлении. Таким образом, пока пальцы Юма не касались в приборах, на пластинке получалась прямая горизонтальная линия. Но едва он дотрагивался до звонка или коробки со спичками без всякого нажатия, как Гильгенс указал на увеличение тяжести с 3 фунтов, нормальный вес дощечки, до 6,5-9, то есть на 300%. Между тем, когда сам Крухс, зайдя на стол, встал обеими ногами на конце дощечки, в том месте, где раньше Юм только дотрагивался пальцами, то и Гильгенс указал на увеличение тяжести тогда только, когда Крухс всем своим 140-фунтовым телом нарочно произвел сотрясение доски, и то лишь на 1,5-2 фунта. Тем не менее, для уничтожения всякого сомнения в том, что Юм может производить механическое давление, на конце дощечки был поставлен сосуд с водой, а в него помещался другой, значительно меньший сосуд, тоже наполненный водой. Верхний сосуд, в который Юм должен был погружать свои пальцы, соединялся посредством пробитых в дне его отверстий с большим сосудом. При таком устройстве, как легко понять, передача непосредственно механического давления на воду верхнего сосуда дощечки оказывается, безусловно, невозможной. А между тем, когда Юм погрузил в него пальцы, игла указателя начертила кривую, соответствовавшую 5000 граммов, около 325 граммов. Мы не станем более утомлять читателей описанием других опытов Крукса, так как сказано достаточно для составления о них понятия. Прибавим только, что они производились при полном свете и в присутствии не только упомянутых знаменитостей, но и других, не менее известных лиц. Во время своих исследований медиумизма английский ученый заметил, что когда сила невелика, свет оказывает вредное влияние на некоторые ее проявления. Но с Юмом, обладавшим громадной силой, можно было производить опыты при полном свете. Тем более, что сам медиум отказывался производить их в темноте, говоря, что если некоторые явления при свете и не будут иметь той интенсивности, зато возможность наблюдать их в благоприятных условиях вполне вознаграждает этот недостаток. Изучая влияние разного рода света на медиумическую силу, Крукс испытал свет лампы, свечи, газы, электрические, лунные, солнечные и тому подобное. Лучше всего опыту удавались при лунном свете. Что касается источника этой силы, то видя Юма не раз лежащего на Земле, бледного и неспособного произнести слово, Крукс заключает, что эта сила исходит из нервной системы и ей сопутствует пропорциональное израсходование жизненной силы, ею. По всей вероятности, обладают все человеческие существа, хотя субъекты, обладающие ею, в высшей степени, понятно, очень редки. Обращаясь к свойствам психической силы, Крукса, нельзя не обратить внимание на то, что она производит действие даже и через воду. Производя опыты с Юмом, Крукс заметил, что перед началом проявлений медиумической силы всегда происходит понижение температуры окружающего воздуха. Под его Юма влиянием, говорит этот ученый, я видел при поднимании весов бумаги и падение термометра на несколько градусов. В других обстоятельствах я не замечал никакого движения воздуха, но холод был настолько интенсивный, что я его могу сравнить только с тем, когда протягивает руку на расстоянии нескольких дюймов над замерзшей ртутью. Во время поднятия на воздух или левитации я, говорит Юм, не испытываю в себе ничего особенного, исключая того обыкновенного чувства, причину которого я приписываю большому накоплению электричества в моих ногах. Несмотря на то, что Юм иногда высоко поднимался на воздух, он не испытывал при этом боязни, исключая первого с ним случая, происшедшего, когда Юм было всего только 19 лет. Тогда медиум действительно сильно испугался, о чем свидетельствовали трепет всего тела, изменившийся голос и тому подобное. Сила самоподнятия, говорит круг статьи о различии между явлениями, производимыми медиумизмом Юма и Палладину, почти никогда не сообщается соседям медиума. Тем не менее, однажды моя жена была поднята вместе со стулом, на котором она сидела. Опыты с Евзапией Палладина. Теперь перейдем к крайне интересным опытам с Евзапией Палладина. Начнем наше описание медиумизма и Евзапии с наблюдения над ней, производившихся с 20 по 29 сентября 1895 года в Вилле Аньеле, принадлежащей Дероша. Предпочтение, оказываемое нами этим наблюдением перед другими, основывается на том соображении, что они были производимы позже всех остальных, а стало быть, участники этих сеансов Сабатье, Дарьех, Дероша, Диуат, Виль, Максуэл и Деграмон могли пользоваться опытом своих предшественников в отношении изучения медиумизма и в Запии Палладина. Принимая во внимание замечания критики предыдущих сеансов в Неаполе, Милане, Варшаве, Кембридже и так далее, экспериментаторы в Аньеле приняли всевозможные меры предосторожности для избежания обмана. Но прежде чем описывать постановку опытов, мы расскажем об одном факте, который своей убедительностью должен заставить скептически настроенного читателя относиться к явлениям медиумизма с той серьезностью, какой они по справедливости заслуживают. 28 сентября в 6 часов вечера поименованные высшие лица за исключением Даррекса собрались перед обедом в зале прекрасно освещенном, стоящей на столе лампою. Опыту предполагалось начать только после обеда. Вдруг Дир Граммон спросил Езапию, бывшую в нормальном состоянии, не согласилась ли бы она тут же сделать один опыт, который бы их всех убедил. Опыт должен был состоять в том, чтобы Езапия произвела, не дотрагиваясь давление, на круглую площадку обыкновенных весов для писем. Эти весы, привезенные с собой Граммоном, состоят главным образом из площадки, на которую кладутся письма, производящие своей тяжести давление на последнее, отчего поднимается противовес, а стрелка указывает на дугообразном циферблате величину этого давления. Езапия сказала, что готова попробовать. Здесь не мешает заметить, что она вовсе не ожидала подобного предложения, так как все это вышло, так сказать, экспромтом, и во все это время, пока не были принесены весы, и в течение опыта, с нее не спускали глаз. Весы поставили на стол в 60 сантиметрах от лампы. Все стали кругом, следя внимательно за каждым движением медиума. Сначала Езапия попробовала привести в движение площадку весов одной рукой, которую она расположила над весами в расстоянии нескольких сантиметров. Но когда это не удалось, а то есть соединив пальцы каждой руки, она расположила последнее по обеим сторонам площадки на расстоянии не менее трех или четырех сантиметров от последней, и сделала после того несколько слабых движений сверху вниз. Нужно ли говорить, что она не только ничего не касалась ничем весов, но даже тончайший волос или шелковинка были бы при таком сильном освещении непременно замечены. Тем более, что и условия для контроля были очень благоприятны. Сначала площадка весов была неподвижна. Вскоре она стала одновременно с руками колебаться сверху вниз. Наконец, когда Евзапи опустила руки, площадка опустилась до конца, то есть, насколько позволяет устройство весов. И потом поднялась. Этот опыт был проделан вторично, также в присутствии Дарьекса, который его и не мог видеть. В третий раз Евзапи повторила его при тех же условиях, но с некоторым изменением контроля. Наконец, когда все разошлись и остались только Сабатье, Дараша со своей женой и дочерью, Евзапи расположил обе свои раскрытые ладони в двух вертикальных и параллельных плоскостях с двух сторон весов и стал одевать руками, но теперь уже в горизонтальном направлении, словно желая вызвать в весах общее движение и передвинуть их. После двухкратного повторения такого движения рук, находившихся на расстоянии пяти-шести сантиметров от весов, последние, повинуясь невидимому толчку, стали скользить по столу, сначала колеблясь и медленно, а потом ускорее, и, наконец, упали со стола на некотором от него расстоянии. Весы весили 125 грамм и находились до начала опыта на расстоянии 30 сантиметров от края стола. Этот опыт, совершавшийся в условиях, не оставляющих желать большего, должен, по мнению упомянутых ученых, иметь решающее значение. С научной точки зрения совершенно безразличны, передвинуть ли один золотник 125 граммов или 10 пудов. Здесь разница не качественная, а лишь количественная, которая может зависеть от индивидуальной силы, условий, времени, местности, атмосферных и тому подобных. Нам остается лишь изучить эти условия, чтобы впоследствии получить из этого знакомства с ними не только теоретические выводы, но и извлечь практическую пользу. Как далеко она может зайти, даже предвидеть теперь трудно. Прочитав сделанное нами описание опыта с весами, скептически настроенный читатель может быть немало возражений сделать может, главным образом основанных на том, что он сам этого не видел, а потому, естественно, имеет право сомневаться. Тут могла быть, пожалуй, скажет такой скептик, внушенная коллективная галлюцинация. Конечно, могла быть, но, судя по всему, не была. Впрочем, о такого рода внушениях коллективной галлюцинации лицам, бодрствующим, что-то не слышно. Но, наконец, и скептицизму должны быть границы. Не нужно забывать, что фактов телекинятия слишком много, а потому и, если нельзя полагаться на каждую из них в отдельности, то должно, по крайней мере, признать значение доказательства, основанное на совокупном свидетельстве фактов. Перейдем теперь к описанию условий, в которых совершались наблюдения Ваньеля, вилла Дероша. Расположенная вдали от других построек, она была занята исключительно одной только семьей ученого. Ерзапия была привезена из Парижа самим Дарьегсом, так что не может быть и речи о каких-нибудь сообщниках. Общее устройство для производства наблюдений было более или менее обычное в таких случаях. Легкий белого дерева кухонный стол, за стулом Ерзапии глубокая оконная ниша, закрытая несколькими раздвинутой толстой портьерою. В нише кресло, на котором лежал игрушечный о двенадцати клавишах рояльчик, весящий девятьсот граммов. Кроме того, на некотором расстоянии буфет. Перед началом наблюдений Ерзапию раздела и тщательно осматривал госпожа Дероша. Во время сеансов горела лампа, хотя и уменьшенным светом. Тем не менее, достаточен для того, чтобы читать мелкую печать. Свет уменьшался лишь в некоторых случаях, о которых, скажем, ниже. Для записывания замечаний комиссии назначался каждый день новый член ее, который сидел за дверями комнаты. Все, что происходило во время сеанса, диктовалось ему, не исключая условий, контроля и обстоятельств, сопровождавших явления. Эти по необходимости быстрые и краткие замечания после сеанса читались перед всей комиссией, члены которой делали к ним дополнения. Ночи секретарь придавал этим отрывочным заметкам более литературную форму. А к утру каждый экспериментатор получал один экземпляр отчета, делал на полях его заметки, дополнения, поправки. Затем все это сводилось в один общий отчет, который потом читался перед всей комиссией, окончательно его уже редактировавшей. Во время сеансов иногда снимались фотографии при магниевом освещении. Эти снимки дополняли описание. Из-за этого можно судить, насколько серьезно относились экспериментаторы к делу. Что же касается остальных подробностей контроля, то, боясь нас кучить читателей, мы будем упоминать о них лишь при описании некоторых опытов. Желая дать предварительные понятия о явлениях наблюдавшихся в Аньеле, мы сначала их перечислим, а потом уже сделаем самый разбор. В числе явлений здесь наблюдавшихся чаще всего повторялись левитация стола, движение без прикосновения таких, например, предметов, как стулья, занавески, кресла, игрушечный рояльчик, ключ в дверцах буфета, самые дверцы и так далее. Разные звуки, удары в столе, стуки в буфете, игра на рояльчике, холодное веяние, левитация медиума. Что же касается явлений, так называемой материализации, то экспериментаторы видели тени рук, недостаточно хорошо сформированных голову, а также и другие, например, разного рода световые феномены, не наблюдавшиеся в Аньеле, но которые были замечены в других местах. Замечания и заключения комиссии относительно медиумизма и взапии не отличаются новизной и смелостью. Стремясь до конца сохранить объективизм и выдержать серьезный научный тон, комиссия не высказывает никаких предположений о природе явлений, но описание последних с сопровождающими их обстоятельствами дает немало данных для заключений. Понятно, те выводы, которые мы здесь сделаем на основании совокупности известных нам фактов медиумизма, ни к чему не обязывает ни читателя, будя он с ними согласиться, ни нас самих, так как дальнейшие, ведущиеся в научном направлении наблюдения, могут несколько изменить наши взгляды. Итак, попробуем ближе присмотреться к этим явлениям. Комиссия Ваньеля обратила внимание на то, что опыты сильно изнуряют ядзапию, которая в некоторых случаях даже очень страдает. Она стонет, потеет, попеременно бледнеет и краснеет, часто ее руки делаются холодными, как лед. Все это подтверждает сделанное Круксом заключение о нервном происхождении медиумических явлений. По мере утомлений ядзапия просит об уменьшении света и образовании цепи из присутствующих, которые таким образом служат к поддержанию истощающегося запаса нервной энергии, а стало быть, должны, подобно медиуму, уставать. Так действительно и бывает. Если присутствующие соединяются с ядзапией, то она настолько расходует, они настолько расходуют свои силы, что некоторые, например, Дарвекс и Максуэль должны во время сеанса по нескольку раз отдыхать. При вызывании явлений телекинетии медиум производит слабые движения руками и ногами. Эти движения в некоторых трудных случаях, а также при начале явления, усиливаются так, что ядзапия просит держать ее крепче. Они имеют очень много общего с теми синергическими движениями, которые мы невольно делаем, смотря на трудную физическую работу кого-нибудь, кому хотелось бы помочь. Во время сеансов с ядзапией, юмом и другими медиумами замечается понижение температуры и какое-то холодное веяние. Это ощущение, испытываемое сидящими при медиуме, сильно напоминает ощущение от электростатической, например, гольцерской машины. У юмом и выделение холода особенно заметно из левой стороны головы, где остался шрам от удара. Кроме того, в некоторых случаях вокруг медиума и электрических людей в окружающем воздухе замечается иногда присутствие озона. Все это вместе взятое позволяет заключить, что тут дело в электричестве. В самом деле, мы знаем, что оно выделяется из организма пропорционально делаемому нами усилию, безразлично, умственному или физическому. Опыту Дюбуа Реймана Тарханова, стало быть, при синергических движениях, представляющих собой, скажем, психический рефлекс, должно возрастать количество выделяемого электричества, которое облегчает выполнение работы. Будет ли она соприкосновением к предмету или на расстоянии, оно выделяется, кроме того, в большей степени из тех мест, где кожа бывает обнажена или не успела вполне восстановиться, как, например, у Евзапии на голове. У подобных субъектов очень часто замечается движение складок одежды, словно от какого-то дуновения. Едва одежда коснется предмета, например, стола, на котором положены руки медиума, как наступает левитация предмета. Только у таких сильных медиумов, как, например, Юм, не замечалось соприкосновение одежды со столом. Наблюдая явления телекинетии, экспериментаторы заметили, что раз движение предмета началось, каждому сильному синергическому движению соответствует одновременное ускорение движения предмета, которое не имеет ровного характера, а происходит толчками с неправильными промежутками. Иногда Евзапи, взяв руку контролера, начинает тереть ее сильно между своими руками, и в это время движение предмета ускоряется. На одном, например, сеансе, когда происходило движение кресла, она стала таким образом сильно тереть руку Максуэлля, и кресло поспешило к столу. До чего сильны иногда бывают подобные телекинетические явления, можно судить потому, что кресло, на котором сидел Сабатье, было вместе с ним опрокинуто. Но не следует думать, что синергические движения члена способны вызывать одни, только подобные грубые телекинетические явления. Напротив, нередко медиум производит на расстоянии разные тонкие движения, например, перебирает клавиши рояля, причем каждому движению стопы соответствует нота, играемая на инструменте. Ваньелли Евзапи берет одной рукой левую кисть Сабатье, а пальцами другой руки окружает его указательный палец. Она производит вокруг этого пальца попеременные круговые движения, которым соответствуют звуки ключа, одновременно поворачивающегося то в ту, то в другую сторону. Опыт Мак-Неба и Пельетти Настоящую главу мы закончим описанием опытов Мак-Неба и Пельетти Исследование первого ученого при их простоте и легкости контроля обладает еще весьма ценным свойством служить ключом понимания не только опытов Пельетти, но и природы всех явлений телекинезии. Мак-Неб пользовался всегда одним медиумом. Сеансы производились в присутствии пяти-шести лиц и всегда удавались за исключением одного, когда погода была холодная и дождливая. Опыт, о котором будет речь, проводился при полном свете. Медиум садился, держа палку с таймя между ног. Потер руками потом медленно раздвигал их и оставлял неподвижными. Палка осталась стоять немного наклонно к груди медиума и трясясь наподобие того, как это бывает с магнитной иглою, если ее держать с таймя над одним из полюсов магнита вдоль линии силы. Медиум сидел совершенно неподвижным, между тем, по его воле палка наклонялась вперед-назад в стороны. При этом она становилась под углом 60 градусов к земле и снова по желанию медиума принимала вертикальное положение. Само собой понятно, что здесь не было никаких ниток, волос или чего-нибудь подобного, чем можно было бы подражать этим движением. Опыт повторялся несколько раз с тремя различными палками. Одну и очень легкую, другой и ореховую с пропущенным через середину стальным прутом и третью тяжелую камышовую. Последняя дала наилучшие результаты. Еще интересней был опыт с двумя палками. Со временем, как первая была в равновесии, другая бамбуковая, положенная на полу в 10 сантиметрах от нее, не лежала, как бы следовало ожидать, неподвижно, но вращалась вокруг себя, катаясь по полу и кончила тем, что приезжалась к первой, словно под влиянием притяжения. Во время этого опыта медиум продолжал сидеть неподвижно, а трость, повинуясь его воле, проделала упомянутые движения. Этого рода опыта повторялись с одинаковым успехом во время нескольких сеансов, но были и неудачные случаи. МакНеп справедливо замечает по этому поводу, что даже столь несложный прибор, как электростатическая машина, не всегда дает электричество, так как действие ее обуславливается кроме чисто механических, технических требований, еще и состоянием атмосферы. В случае, когда трость находится в равновесии, это замечательно напоминает равновесие фигурки из бузиновой сердцевины, находящейся в электрическом поле, то и другое явление происхождения одинакового, но когда являются движения в различных направлениях, в зависимости от воли, тогда очевидно сам медиум становится частью прибора. В своих движениях трость повинуется действию тяжести, магнетической силы нервного поля медиума, проектирован наружу, и сознательной воли. Последняя по мнению маг неба должна быть рассматриваема как магнетическая сила, действующая в трех направлениях, в то время как центры электрической силы действуют в одном лишь направлении. Они представляют собой центры молекулярной силы первой степени произвольности, а свободная воля третьей степени. Пояснение. Взгляд грубо материальный, ничем не доказанный. Если анемический элемент душа проявляется вовне через посредство динамического, в данном случае электричества, то ее ни в каком случае нельзя отождествлять с последним, как нельзя отождествлять телеграфную проволоку с депешей, идущей по ней, и с лицом, пославшим эту депешу. Священник Григорий Диченко. Очень интересен опыт французского ученого Ораса Пельетти, который мы и закончим настоящий очерк. Положил на столике об одной ноге какие-нибудь два легких предмета, например, куколки из гузиновой сердцевины, на расстоянии двух дюймов друг от друга, он располагает вокруг стола несколько сенситивов или загимнотизированных, которые, взявшись за руки, окружают стол в расстоянии трех футов от него. Через некоторое время Пельетти говорит куколкам Обнимитесь Они точно приближаются и соприкасаются Разделитесь Они разъединяются и удаляются друг от друга на всю ширину столика Еще раз садитесь Они сближаются Разойдитесь снова Они отдаляются друг от друга Потом обращаясь к одной из куколок он приказывает Разбегись и подпрыгни Фигурка отступает бежит и подпрыгивает Такие опыты представления ученые показывают многим лицам Причем у него по команде вертелись вокруг себя даже алюминиевые ручки для письма Понятно что-нибудь вроде стола пера кусочка пробки и тому подобных предметов не приспособленных к члену раздельным движениям может подниматься скользить падать но и только Если же в нашем распоряжении имеется механическая кукла или не окоченевший труп насекомого то их можно заставить двигаться как автоматов У Пельетти например ползал таким образом мертвое насекомое Резюмирую все сказано в этих главах приходим к заключению что как левитация так и явления телекинетические очевидно одного происхождения а именно электрического тем не менее нужно осознать что многое здесь еще очень неясно извлеченное сокращение из книги Битнера верить или не верить приложение вне телесное действие живого человека выражающиеся в явлениях физических явления телекинетические движения предметов на расстоянии в том числе